Книга «Открытым оком». Тема женщины. Третий том. Вопрос 1116. Сирахова, 37.11. «Не советуйся с женой о сопернице её, и с боязливым о войне, с продавцом о мене, с покупщиком о продаже, с завистливым о благодарности. Что за соперница?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Жена, как и муж, претендует на полную монополию второй половины. А соперницей названа другая женщина, которая, по мнению жены, хочет занять её место. Идёт борьба за лидерство. Если для этого есть действительные причины для жены, то закон общественный и гражданский полностью на стороне законной жены. Соперница поёт. «Парней так много холостых, а я люблю женатого». Это её право петь, но не более того. И если советоваться относительно этой соперницы с ревнивой женой, то можно заранее предсказать, каков будет ответ жены. «Ревность помрачает глаза». Сирахова 9.1. «Не будь ревнив к жене сердца твоего и не подавай ей дурного урока против тебя самого». Сирахова 26.7. «Болезнь сердца и печаль. Жена ревнивая к другой жене». Сирахова 30.26. «Ревность и гнев сокращают дни, а забота прежде времени приводит старость». Сирахова 45. «У всякого досада и ревность, и смущение, и беспокойство, и страх смерти, и негодование, и распря. И во время успокоения на ложе ночной сон расстраивает ум его». Песня, песня 8.6. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподня ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный». Притча 6.34. «Потому что ревность – ярость мужа, и не пощадит он в день мщения». Притча 27.4. «Жесток гнев, неукротимая ярость, но кто устоит против ревности?» Экклесиас 9.6. «И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем».